Театр студия Лица представил премьеру. На сцене концертного зала «Молодость» разыгралась трагикомедия белорусского драматурга Андрея Макайонко «Трибунал». Великая Отечественная война. История крестьянской семьи в оккупированной деревне. Полина – мать 12 детей. Ее старшие сыновья ушли на фронт. Ведет хозяйство, держит в узде мужа, если что, может его и ремнем отходить. Сам же хозяин – пастух Терешка по прозвищу Колобок. Человек мягкий и добрый, шокирует домочадцев новостью. Фашисты назначили его старостой деревне. Жена, младший сын, дочери и сноха судят отца, семейство и выносят ему смертный приговор. Как людям-то в глаза глядеть? Ну, что ты молчишь? Посоветуй что-нибудь, скажи. Мой Филипп с немцами воюет. И Федя. Три твоих сына на фронте. А их отец немцам помогает. Предатель, молчишь? А знаете, что девоньки? А эти вы все к черту лысому. Собрались тут. Дочки, сын, жена, сноха. Допрос мне учиняют тут. Не допрос, а суд. Трагикомедия сложна для восприятия. Зрители раздирают страх и боль, при этом порой они просто не могут удержаться от смеха. Автор не случайно выбрал именно этот жанр. Почему трибунал именно трагикомедии Андрей Макайонок объяснил так. Меня долгое время сдерживала проблема жанра. Хотелось сохранить в пьесе героически суровый пафос Великой Отечественной войны. И в то же время остаться верным комедийному жанру. Так обрело контру сочетание трагического и комического. Здесь есть что играть. Я очень люблю вообще трагикомедии, потому что вот эти переходы от слез к смеху и от смеха к слезам, во-первых, это интересно и актерам, и публике. И все образы очень выпуклые, очень интересные. Напряжение на сцене росло с каждым мгновением. Страдающие дети, безмерно любящие своего отца, но готовые на его убийство ради любви к родине. Жена, которая приняла страшное решение, но так до конца и не поверившая в то, что ее преданный муж – предатель. И вот, только начиная все проясняться, оказывается, что отец семейства скрывает партизана, и только поэтому соглашается стать старостой. Кажется, вот-вот и приблизится счастливый конец, как раздается взрыв. Ну, это тяжело, вообще тяжело играть и ставить, потому что я в большинстве своем нахожусь на сцене, вот, но тут надо отдать должность актерам моим. Они все молодцы, они все меня поддерживали, они все мне помогали, вот, и они все были вот как вот одно целое, знаете, вот, когда вот пять пальцев, у нас, правда, восемь пальцев, вот, в кулаке, и все играют одно, и на одно, и на один успех. Вот это очень важно. Спектакль завершился. Подарены цветы, отшумели аплодисменты. Но зрители не торопились покидать зал. Так им хотелось поделиться друг с другом эмоциями, которые всколыхнула пьеса. Екатерина Рускова, Александр Сущенко, Михаил Поляков, ТВ Спущено.